Всем привет! Я не Вейра, но я наконец-то вернулась домой. Вы себе просто не представляете, как сильно я соскучилась по съемкам видео в домашних условиях. Этот месяц был какой-то очень насыщенный, потому что целый месяц я провела в Корее. И вот я вернулась, и первое, что я хочу вам показать, это что я там накупила. Вот помните, весной, когда я летала в Корею, я тоже говорила, что накупила многое, и мне даже пришлось брать дополнительный чемодан. Так вот, в этот раз у меня целых три чемодана с собой. В Корее просто невозможно не шопиться, и сейчас я вам все покажу и все расскажу, почему вообще так происходит. Но пока маленький спойлер, просто чтобы вы понимали, сколько всякой фигни я накупила, я покажу вам батарейки. Да, батарейки, на которых изображена акула. Ну, как бы я не знаю, как вы, а вот я не смогла пройти мимо батареек, на которых изображена акула, поэтому ставьте лайк, потому что вы можете поставить лайк, а впрочем, можете не ставить, но лучше поставить, потому что почему бы не поставить. В общем, батарейки с акулой, начало данному видео положено. Меня, кстати, Лиса зовут. Всем привет. Я поздоровалась вообще или нет? Извините, я отвыкла от съемок видео дома перед камерой, поэтому чувствую себя очень неловко. А что там? Пафосно кица-шелудица. Кица, ты уж определи, что ты делать хочешь. Кица-шелудица. Дальше список странных покупок. Снова насадка для кота в виде вот такого вот бузочка. Моего кота, насадка для кота, уже есть сейчас в времен того видео, с моей первой поездки в Корею. А это насадка для кота, которую меня попросила купить подругу, поэтому ее кот теперь тоже будет с такой насадочкой. Ну, то есть с рюкзаком. Я не знаю, почему ее называют насадкой. Также для этой же подруги у меня есть вот такая вот штучка. Это рандомная шапка для котика. В Японии тоже видела подобные. Когда увидела такую же в Корее, тоже решила, что моей подруге эта насадка для кота и насадка для кота номер 2 тоже нужна. К вопросу о друзьях. Помните, когда Тилька была в Японии, в своем инстаграме она постоянно распаковывала вот эти вот штуки? И она очень сильно им там поролась. Они ей очень сильно там понравились. И я подумала, решила, когда увидела, что я это просто-просто необходимой жизнью, поэтому я купила ей вот такие вот пикачу рандомные. Не знаю, что там выпадет, буду смотреть ее инстаграм. Да, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. И на Тильке. Ну, в общем, почему бы нет? Да, кстати говоря, ребят, тут такое дело, как вы все знаете, если вы, конечно, подписаны на мой инстаграм, то в нем я каждый день в сторис делаю тесты косметики. Тесты максимально честные в том виде, в котором она есть. То есть то, что мне нравится, я так и пишу, что мне нравится, почему мне это нравится, и прикладываю пруф, собственно, ну, с каким-то промежутком времени. Например, там, в один часок нанесла тушь, и в один часок вечера я уже следовательно показываю до-после, как вообще все это выглядит, и рассказываю, нравится мне или не нравится, и плюсы-минусы того или иного продукта. И, собственно, вот в чем дело. У меня появилась возможность создать свой собственный магазин, где будут находиться только те товары, которые я реально люблю, которые я реально тестировала, и за которые мне не стыдно перед вами, которые мне не стыдно посоветовать ни моей подруге, ни моей маме, ни, естественно, не стыдно посоветовать вам. Конечно же, это оригинальная продукция, сразу просто, чтобы избежать от этого неловкого вопроса, и мой магазин находится на маркетплейсе беру.ру. Но вы сами понимаете, бренд серьезный, доверие высокое. То, что сейчас происходит, это мой первый опыт в создании чего-то подобного, в создании своего магазина, ну, вернее, даже сказать, не магазина, а моей страницы, где представлены только мои фавориты, только та косметика, которую я использую. И если вам вдруг это понравится, если вы зайдете в этот магазин, если вы оттуда что-то, возможно, даже купите, или приглядите что-то там для себя, то если, короче, эта тема зайдет, я, конечно же, буду регулярно обновлять там всевозможные продукты, выкладывать что-то новое. Короче говоря, ссылку я оставлю вам в описании. Промокод вы можете найти прямо вот здесь, вот он, и тоже он будет, в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. Я реально очень старалась с этой подборкой. Я очень сильно переживаю за каждое средство, и я очень надеюсь, что, если, возможно, вы что-то хотели купить, как у меня, то теперь у вас будет такая возможность. Поэтому обязательно сохраняйте себе эту ссылку. И обязательно помните, что у вас всегда будет возможность получить скидку вот по этому вот промокоду. Далее по списку у меня идет вот такой вот набор, я хочу, почему-то японский вкусняшек, который я купила в Корее. Это мои одни из самых любимых лизенцов, потому что они со вкусом всевозможной газировки, и это просто божественно вкусно. Я больше всего люблю голубые, вот эти вот, и пользуясь случаем, раз уж я об этом заговорила, я сейчас одно съем. Кстати, если вы сейчас тоже едите конфеты, то напишите, какие конфеты вы сейчас едите. А я знаю, что ты сейчас сидишь и что-то ешь. Ты ешь доширак, да? Я знала, я знала, что ты ешь доширак. Ммм, потрясающе. Обожаю. К вопросу о дошираке. Сейчас вы просто офигеете, потому что это косметика. Я увидела вот такую вот косметику в форме дошираков всевозможных корейских, и, конечно же, я ее купила, чтобы в дальнейшем протестировать. Я сниму отдельное видео с тестом странной корейской косметики, которая у нас не представлена, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления, если вы еще вдруг не подписаны, или уведомления не включены, потому что скоро я буду все это тестировать, и я думаю, что будет просто кислота. Представляете, доширак косметика. Вообще, что? Вот, раз уж начала косметики, у меня здесь вот эта весь коробка вся эта забита косметосом. Давайте я вам быстренько покажу, потому что реально буду снимать отдельное видео, чтобы долго не показывать. Купила вот такую вот пенку для умывания и пилинг для умывания со вкусом лимона. Тоже он пахнет таким химозным лимоном. Обожаю. В Корее продается очень много вот таких вот штук для ваших скраббуков, просто для оформления всевозможных ваших тетрадочек и прочего-прочего. Даже на телефон можно любить. Поэтому я накупила целую кучу таких штук, чтобы потом делать креативные макияжи в Инстаграм. Я прям реально в разнос пошла. Вот всякие разные такие накупила, и мне кажется, будет очень круто. Вот просто зацените эти сердечки. Смотрите, что я нашла. Это вот такая вот фотография с моей подружкой Машей. Она моя подписчица, которая живет в Корее. Мы с ней там в первый раз встретились, и вот с ней прям классно подружились, и сделали с ней вот такую вот фотографию. Плюс она подарила мне огромную кучу подарков. Например, смотрите, подарила мне вот такую вот штучку, чтобы спать. Подарила мне браслет, который у меня сейчас на руке. Она реально мне очень много всего подарила. Я в дальнейшем вам все это буду показывать. Просто у меня все по разным местам лежит, поэтому мне сейчас тяжело в одной куче вам показать. Но то, сколько она все мне подарила, это просто жесть. Маша, ты вообще ван лав, обожаю. В этот раз я почему-то очень сильно полюбила покупать себе свитера. Как вы знаете, я их практически не ношу не потому, что у меня какие-то с ними проблемы, а просто потому, что как-то не ношу. Но когда ты в Корее видишь вот такой вот свитер, где-то в районе за 500 рублей, ну просто как его не купить? Он очень мягкий, очень пушистый, и мне кажется, с ним можно сделать очень креативный образ, потому что он реально очень необычный и странный. Давайте перейдем сразу в BTS. Возможно, вы спросите, Лиса, зачем тебе столько карточек? Тем более, что некоторые из них повторяются. Все дело вот в этом. Это концерт BTS, который мы посещали. Концерт BTS был, наверное, одной из самых классных событий, ну, наверное, за последние несколько лет так точно. Кстати, про него обязательно выйдет влог в ближайшее время, мне просто нужно очень хорошо его смонтировать, хочу потратить на это много времени, поэтому простите, что он еще не вышел, он обязательно выйдет в самое-самое скорое время. Когда мы сели на свое место, по рядам начали ходить девушки, я не знаю, кто это был, это были армии или это были организаторы, но, скорее всего, это все-таки было первое, и просто начали раздавать всем всевозможные вот эти вот карточки, конфетки, кому-то еще какие-то наклейки давали, вот закладки давали, они реально просто ходили по рядам, и вот так вот пускали огромный пакет с всевозможными вот этими вот штуками, и каждый армия брал себе то, что он хочет по одной штучке. Помимо, кстати, всего этого, на концерте BTS также давали вот такой вот суперкрутой плед. У нас был вечерний концерт, несмотря на то, что в Корее в среднем было плюс 22 градуса, да, в октябре, весь октябрь было плюс 22, и не было ни одного плохого дня по погоде, давали вот такой вот очаровательный плед, чтобы вдруг кто-то там не замерз, например, кто-то как я. Почему кто-то как я? Дело в том, что я пошла на концерт BTS в платье, и сейчас я вам покажу. Я даже во влоге сняла видео, как я его покупала, потому что я реально не знала, в чем идти на концерт, я не часто хожу на концерт, я просто реально не знаю, в чем одеваются, но я подумала, что нужно одеться как-то красиво, и я искала, ходила по всему Сеулу, какое-то платье. Я, конечно, хотела найти сиреневое, но я нашла вот это вот розовое, а-ля велюровое, оно еще очень приятно на ощупь показалось, и я его вот купила. И я сидела, короче, в этом платье, вот в этом вот пледе, и мне реально было очень хорошо, и вот он еще, Я попала в Корею перед Хэллоуином, и накупила там целую кучу себе всевозможных хэллоуинских вот таких вот ободков. У меня здесь есть фата, смотрите, какая она крутая, может попробовать ее надеть. О, она такая длинная, я ее даже не открывала, просто оцените, обалдеть. И стоит всего ничего, я даже не знаю, но это типа рублей 150-200. Офигеть! Кровавые розы и фата. Ну вообще... О, мне нравится. Вот зашла в косметический магазин, купила что-то буквально там всем ни о чем, и мне дали вот такие вот три миниатюры. Здесь у меня очищалка, очищалка и еще раз очищалка. А, короче, дали целых три разных очищалки с разными вкусами под разный токматип кожи, чтобы ты наверняка мог найти что-то свое. Причем эти миниатюры, они, как вы сами видите, совсем не маленькие, нифига. То есть, такое средство, но его хватит минимум недели на 2-3, минимум недели на 2-3. Это вот если ты прям каждый день будешь нормально так умываться. Конечно же, я зашла и купила себе вот такие вот линзы BTS. Причем у них появились в продаже буквально в самые последние дни, когда я уже планировала улетать из Кореи. Я их купила. И, что бы вы думали, мне дали, конечно же, в подарок плакат. Кстати говоря, очень стильный плакат. Мне нравится. Он выглядит реально супер топово. Мне кажется, прям очень крутой. Давайте, кстати, посмотрим эти линзы, что они из себя представляют. Почему мне все время попадает T-Kion? Просто у меня один вопрос. Я, конечно, знаешь, что это мой BIOS, но тебе не кажется, что это как-то слишком? Так, еще одни у меня линзы BTS. Давайте тоже их откроем. А здесь у меня выпал Shuga. Кстати, эти линзы мне Kion подарила, вот за что ей огромное спасибо. О, к вопросу о линзах. У меня реально дофигища линз. Тут что-то меня просили покупать подруги, что-то у меня просили покупать мои хотелки. Короче говоря, линз реально дофигища купила. Это еще далеко не все. Там еще есть, еще, еще, еще. Линзовый просто маньяк, не иначе. И что я хочу вам сказать. Когда ты покупаешь линзы в Корее, тебе дают, а, в обязательном порядке, контейнер для линз, который вмещает в себя, ну, во-первых, самую упаковочку для контейнера, потом вот эта вот штука, где у тебя лежат линзы, и вот эта вот фигня, я не знаю, как она называется, но думаю, понял, чтобы брать линзу. Это раз, и сейчас у вас просто отвал башки произойдет. Смотрите, что у меня есть. Три раза я заходила в магазин с линзами, три раза мне выдали жидкость для линз. Дальше у меня есть вот такая вот вкусняшка, которую мы покупали с Машей. Это миндалек. Короче говоря, в Корее есть целое королевство миндалька. Миндалек это, типа, обычный самый миндаль с всевозможными разными вкусами. Вы знаете, придумайте сейчас в голове какой-то долбанутый вкус. Чем вообще можно есть миндаль? Может быть, миндаль с кукурузой, или миндаль с крендельком, или, может быть, вы хотите миндаль с лопающейся карамелью, миндаль с термису. Вот просто вот этот вот миндаль, он какой-то в Корее имеет, мне кажется, свой культ. Будем им поклонять, потому что эти царства миндалька, они огромные. У меня здесь, короче, вкус миндалька с обычным самым персиком остался, и вкус миндалька с острой курицей. Опять-таки, к Хэллоуину вот такие вот штуки. О, кстати, это миндаль к линзам. Представляете, когда я покупала вампирские линзы, мне дали еще вот эти вот шрамы, чтобы я могла в полноценный косплей заклить. Охренеть! Просто охренеть! Это у меня опять всевозможные блестяшки для макияжа, для создания все-таки нужных образов. Я буду в Инстаграм реально очень много укладывать с рамок макияжей, поэтому обязательно подписывайтесь. Я вас буду там очень сильно ждать. Так, дальше у меня пошли всевозможные косметики. Не буду на них очень сильно акцентировать, просто покажу вообще, что она купила, потому что буду снимать отдельные видосы про них. Пам! Пам! Тоже, кстати, эта штука была в подарок дана. Во! Вот эта штука очень популярна в Корее. Это мист для одежды. Кстати, этот подарил мне Маша, и он пахнет персиком. Боже мой! И это очень популярная вещь в Корее. Они покупают себе вот такие вот мисты, и они продаются буквально везде, с совершенно разными вкусами. Даже я видела вкус барби и сахарной ваты. Это что-то такое странное. И это безумно круто, потому что очень здорово освежает вашу одежду. Одежда приобретает очень тонкий и приятный аромат, и вообще, в целом, это реально очень прикольная штука. Купила розовую вот такую вот штучку для окрашивания волос, потому что в следующем видео я буду красить волосы. И вот те, кто подписан на мой Инстаграм, знают, что я проспорила, и теперь мне придется красить волосы. Я буду снимать об этом видео, так что просто попрощайтесь с ними. Опять косметика, опять косметика, вы понимаете. Опять косметика, опять косметика. Крем для рук, который Маша подарила. Конфетка, не знаю, как сюда втесалась. Косметика, 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 косметика. Это скотч в форме цветочка Сакуры. Я буду использовать его для того, чтобы лепить себе на лицо и для макияжа. Опять фикс прайс. Серия, которую подарила мне Маша. Смотрите, какие они красивые. Вообще, конечно, в Корее вот что-что, но с серьгами там у них все очень хорошо. Потом я купила себе вот такую вот заколочку. Она, кстати, очень кажется качественной. Блин, она реально прям крутая. И она продавалась в магазине, где всевозможные вещи а-ля из 90-х. Я купила себе эту чисто для того, чтобы потом сделать какой-то макияж, типа а-ля девочка Ромашка, потому что почему бы и нет. Когда мы первый раз встретились с Машей, Маша была в офигенных вообще ботинках от Фью на платформах. Я поняла, что они мне нужны. И да, пошла и купила себе точно такие же. Короче, когда я летела в Корею, я одела белый спортивный костюм, чтобы мне было удобно. И что бы вы думали? Конечно же, в день, когда я вылетала в Корею, пошел дождь. Поэтому от моего белого костюма осталась грязная черная разводина, которая, конечно же, руками отстирать... Ну, мне было лень. Я даже не буду... А правда, с меня просто было лень. Потому что, знаете, в Корее есть чем заняться, кроме как отмывать свой спортивный костюм. Поэтому перед вылетом купила вот такой вот себе велюровый спортивный костюмчик. Он мне тоже обошелся очень дешево, что-то вроде, ну, не знаю, тысяча за комплект. И мне кажется, он очень здоровский. Кстати говоря, он безумно оказался удобным. И я не знаю, как это работает, но он одновременно и теплый, и холодный. При том, что это как бы вообще не шелк, а достаточно плотный материал. Я без понятия, как это вообще могло случиться такое. Внезапно я купила себе сиреневый пуховик. Он стоил достаточно дорого. Я не знаю, что это за бренд, но, видимо, это какой-то хороший бренд спортивной одежды. Мне очень понравилось то, что у этого пуховика в комплекте идет вот шарф, который пристегнут уже к пуховику. Ты, конечно, можешь его отстегнуть. И более того, просто посмотрите, здесь есть целая карманина. То есть ты покупаешь себе шарф к этому... То есть ты покупаешь себе пуховик. Кстати, в жизни он, знаете, он лавандово-сиреневый. Я не понимаю, почему на картинке он кажется голубым, но в жизни у него вообще другой оттенок. Видимо, камера такой оттенок не может передавать. Знаете, на что он похож по цвету? Он похож, вот знаете, на сирень. Вот такая вот самая-самая ранняя весенняя сирень. Легкая сиреневого цвета сирень. Вот тот самый цвет. И еще я увидела вот такую вот шапку. В Корее сейчас максимальный тренд на шапки такого формата. Они, конечно, совершенно неудобные, но выглядят прикольно. И я их купила. Потом я зашла в магазинчик и купила себе вот такую вот шерстяную юбку в клеточку. И смотрите, мне кажется, что с этой юбкой можно комбинировать совершенно любую одежду. Например, еще в магазине я зашла и купила вот такой вот себе свитшот с куки. Вот он здесь вышивка. Очень-очень, кстати, качественная вышивка и очень приятный материал. Он достаточно плотный. Мне кажется, будет очень стильно и круто смотреться с любой одежды. А с этой юбкой, как мне кажется, смотрится просто потрясающе. Точно там же купила себе еще черный свитшот уже статый. О, еще к вопросу о BTS и Тате. Вот то, что я ровлила с того, что у меня в линзах тихион выпал. Короче, я просто увидела в Корее в магазине про духовную фигуру Вана. И я подумала, решила, что мне нужно это купить. Оказалось, что это вроде киндер-сюрпризы. Когда ты открываешь, там получаешь рандомного персонажа из вселенной VT-21. И что бы вы думали, кого я там достала? Ну, конечно же, я достала тату. Просто привет. Теперь он будет заниматься мое почетное место. Между прочим, среди моих любимых аниме-мужиков. А, ну и еще я, конечно же, купила себе два чехла. Чехол вот один вот статый. Кстати говоря, я этот чехол уже купила практически к моменту, когда нужно улетать. Потому что чехлов на вот этот вот телефон, что-то Pro XS. Ну, короче, на новый телефон нету. Простите, я просто не очень умная. Я вообще не разбираюсь ни в чем. Мне он подарили, я пользуюсь. И, короче, вот. И еще один я купила себе вот такой вот чехол. Я купила его сразу в Японии, когда им подарили телефон. И в Корее я купила себе просто вот такой вот очень интересный этот. Ну, короче, вот этот. Да. И мне очень понравилось тоже здесь, во-первых, есть кольцо. Это можешь, если тебе больше нравится кольцом носить на кольце. Или, если тебе кольцо неудобно, можешь носить вот на такой вот тряпочке и вообще зашибись. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Обязательно напишите, что вам больше всего понравилось из того, что я вам показала. И если вы интересуетесь скорее, вам это интересно, я уже снимала влог с Кореи. еще одно видео скорее, еще одно видео скорее, так что обязательно смотрите их тоже, если вам интересно, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч, пока!